Миша, а ты как думаешь, есть динозавры? Да. А ты, Лиза? Да. Ну, сейчас посмотрим. Давайте открываем двери и пойдем. Миша, динозавр! Сейчас мы узнаем, как его звали. Вот его рожица. Привет, малыш! Парк юрского периода. Он наелся какой-то травы и отравился немножко. Стирокозаврус. Стирокозаврус это. Огромными рогами, которые еще и сзади его спину защищают. Очень хорошая защита. Чтобы сзади не напали. Можно так вот ударом головы назад пробить кому угодно, все что угодно такими огромными клыками. Что, Миша, скажешь? Это маленький еще экземпляр. Это, наверное, больше детеныш. Не знаю. Наверное, а кистики были покрупнее немного. Это не детеныш. Это уже взрослая особь. Он крепкий. Крепкий? Не падает? Ну, хорошо. Из камня сделан, похоже, какого-то. Да, из камня. Не знаю. Что это за материал такой? Вот так вот они разгуливали под лучами заходящего солнца. Ой, не мое. А мощь и сила. Миша, еще найти парочку. Что скажете про этого динозавра? Какое поставите место его? В ранка динозавров. Не очень. А как по мне, красивый. Довольно милая штучка. Мико, ты куда? У него был сильный Назенхорн. Носовой рог. Они жили 75 миллионов лет назад в сегодняшней Северной Америке. Североамериканские гиганты. Идемте дальше, Даш. Потом еще покормим. Какой травой? Они сами траву щипают. Зачем твоя? Она пописала. Она пописала. О боже, какое открытие. Для них событие. Видите, как пописала косуля. Она пописала. О, голос подал кто-то. Но это, по-моему, козы. Это не косули. Это козы там они. Кто хочет зайти? Ну что? Не так. Давай зайдем, мама. Прямо как в деревне, да? Мама, давай зайдем с тобой, пожалуйста. Может, коз пойдем посмотрим, а? Давай зайдем. Но здесь вообще-то нельзя заходить. Почему? Там заходили некоторые. Ну там тропинка. Они только по тропинке ходят, Даша. А так нежелательно заходить. Подозрительно посмотрела. Обычно меня таким здесь не кормят. Детки, надо лучше готовиться. Надо макарон приготовить. Коклетку, да, Мишка? Колбасюточку. Мама, надо коклетку. Можно, наверное, зайти? Я думаю, да. Смотрите, енотик, он хочет с нами познакомиться. Он, видимо, подумал, привет, енотишка. Он сейчас как прыгнет, как цапнет тебя. Еноты не так высоко ходят. Классно, они как будто бы среди дедикой природы. Смотри, как здесь уютно. Папа, он как завоняет. У каждого свой домик. Домик номер один, домик номер два, и значит здесь три. У каждого свой. Они друг к другу в гости ходят. Какие они крутые, слушай, еноты. Вообще, как уютно у них здесь. Хоть себе енота, как домашний петломец. Ну, неплохо, да. Мне, кстати, они даже больше, чем собаке нравятся. Не знаю, правда, так ли они хорошо поддаются дрессировке. Я их что-то боюсь, Витя. У них две лавки такие большие. Ну, это же хищники. Мама, знаешь. Они очень милые, но они хищники. И кем-то, что еноты были раньше этими, как их. Он сел, выблю, их тоже, наверное, здесь подкармливают. Поэтому он вот тут, смотрите, смотрите, он встал и думает, а что бы мне тут заенотить, да? Малыш, ку-ку. Это не такие похожие пальцы на человека. Вот он смотрит, что бы тут заенотить такого, да? Еще бы интересного. Смотри, какой он пушистый такой, пушистый. Это кофяков. Это кофяков. Он заенотил. Хвост такой красивый, смотри. А где ваш третий? Третий, наверное, спит. Уже темнеет, уже вечереет. Он в этом домике. Смотри, тут не вылазит. Досел такой ему, хорошо, уютно, высунулся в окошко, смотрит себе. Это не окошко. Ну, что скажите, кто вам больше понравился, еноты или косули? Это не окошко. Их можно гладить, и тут еноту далеко. И не может укусить, очень больно. Ну да, это дикие зверьки. Они могут испугаться, и да, и укусить. Видишь, он вообще боится. У них очень нравится место. Такое расслабляющее. Можно сесть возле них и так наблюдать. Там еще косуля. Смотри, мама, она доводит. Да-да, они здесь везде. Они здесь как в соединительной среде везде бегают. И даже за пределы, возможно, парка запросто. Хотя нет, огорожено. Очень, да, очень классное место. Надо сюда почаще наведываться. О, смотри, смотри, побежал, побежал, побежал. О, все, он вылез. Он там увидел еду, сразу сидел, посмотрел, облизывался. И тут что-то тут подвалило. Но мы надо знать, чем их кормить, чтобы они не заболели тоже. А, кстати, тут потолще выглядит, товарищ, который сбежал. Он только ждет, чем бы. Я листик простой кинула. Чтобы что-нибудь дал кто-то. Чтобы он полапал листик. Да-да, потолще такой. У них тоже пять пальцев. На килограммчик, наверное, этого. Папа, сказать легенду, которую думай. Еноты, это эти, как их, воры. Но их природа наказала и превратила их в животных. Поэтому у них пять пальцев, как у людей. Да, воры. Да, скажи, что они, мама, вообще не будет. Ну, часто слышу выражение заенотить. Значит, они любят, наверное, брать что-то и прятать. А я еще видела в Ютьюбе, как они... Очень запасливые. Папа, я видела в Ютьюбе, что они всякие в отвалы забираются и крадутки, которые для домашних животных делают. Ну, все, идемте дальше. Надо еще что-то успеть увидеть. Я думаю, мы еще сегодня, у нас еще ждут сюрпризы. Попрощаемся пока с енотиками. Пока, братаны.